на канале свистить меня зовут ирина и это канал рукоделий и вышивки крестом давно мы с вами не виделись вот так лицом к лицу визаве и может быть и новые подписчики меня не видели в лицо радоваться приветствовать и что же хочу вам сказать друзья мои как это ни странно полгода прошло сегодня у нас 28 июня 2023 года и чтобы не было нам мучительно больно за бесцельно проведенные годы у нас есть прекрасное наше хобби вышивка крестом и я предлагаю вам посмотреть что же мне удалось на вышивать за эти полгода а кое-что есть что я вам хочу показать ну из чего началось год начался с того что мы закрыли наш в этом брекфист кто не знает у нас была такая маленькая домашняя гостиница мы заевали комнаты с завтраком в этот кровать брекфист завтрак мы закрылись окончательно и мне в голову пришла гениальная идея надо какую-нибудь найти себе работку на подработку что для этого надо сделать надо вышить лошадку и вот такую замечательную лошадушку малюсенькую но славнюсенькую я вышила ну и по итогу что пашу я как лошадушка но в основном дома и как вы понимаете за это деньги не платят вот посмотрите на нее поближе посмотрите какая славная лошадка я не буду долго останавливаться на подробностях это лошадка если вы хотите такую можете найти в интернете забивайте витаминная лошадка и вам выдаст но она там есть в двух цветах есть такая оранжево-желтая очень яркая очень красивая я такой делать для своей дочери а это вот в таком стиле потому что но если вы посмотрите мое видео вы увидите у меня кухня посуда вот в таком стиле и она там очень красиво вписывается и что же я решила а решила то что значит ира неправильно формулируешь желание тебе нужна работа или тебе нужен заработок мне нужен заработок значит кто-то из девочек по моему катя из америки из америки да она вышла пчелок и говорит пчелки на повышение зарплаты думаю о то что мне надо у меня у меня есть джмель и я решила вышить вот такого огромного джмеля от фрузилка посмотрите какой он милый красивый и чудесный и что думаю вышлю джмеля и будет мне заработок великолепная работа очень непростая легкая в исполнении но прекрасная посмотрите какие красивые здесь крылышки здесь все крейником здесь эти прожилочки вышиваются вот эти бисеринки и камушки они видите тоже на таком крейнике блестящим и выглядит великолепно я еще не придумала куда я его хочу оформить увидела я у этого джмеля у елены тымкев и заболела просто мне он так понравился сильно захотела себе сделать ну вот сделала и себе лежит ждет своего звездного часа куда я его пристрою это фирма как я уже сказал фрузилок очень хорошая там идет в комплекте сага что очень удобно что это у меня сами . здесь надо будет убрать рекомендую жду пока так что насчет желаний я не знаю насчет примет так вот подумывая может все-таки попробовать поискать работу так только вышивочкой по-моему примета не сработает после лошадки я вам джмеля показала сразу после лошадкой так что для красивого повествования скажем так а вообще-то после лошадки я вышила от джанет дуглас такая игольничка чертополох это с одной стороны но должно было быть две игольницы но я сделала одну игольницу и просто сшила вместе потому что мне вот этот вот дизайн не очень нравится мне этот чертополох очень сильно смахивает на аданасы но вот эта сторона мне вообще очень нравится просто балдею и это должна была быть крышка на коробку здесь я даже внутри я магнитик сюда пристроила здесь вот этим бархатом самоклеющимся сделала вот такая вот работка очень милая так она мне не служит крышкой на крышку потому что у меня была старая коробка я ее красил 153 раза я больше денег потратила могла новую коробку купить и чем я потратила на краску потом на какой-то растворитель этих кисточек на сами кисточек ну короче как говорится скупы платят варкой купи нормальную коробку приклеи и не парься нет на мышь не ищем легких путей вот такая великолепная вышивка мне очень нравится вот этот узор вообще просто прекрасный он выглядит чудесно это одна ниточка это глориана victorian garden по моему она называется эта ниточка ну все подробности есть видео проходите смотрите там наверняка я все рассказывала подробненько все я делала это ой извините все я подбирала подбором из тех ниток которые у меня были у меня были шелковые нитки вот эти французские как они там называются извините за мой плохой французский все это вышивала начала я как обычно вышивать вот этот центральные элементы ну как как обычно мы вышиваем через две ниточки переплетения он вышел огромный просто огромное потом а нет это так невозможно ну короче говоря потом мне надо было перешивать вот этот центральный элемент петитом вот такие здесь чертополохи вот здесь вот такое вот это вот очень красивый узор это такой узор который повторяется на игольнице и вот эти чертополохины похожие на ананасики приятные очень милые я это этот пинкетчик использую меня знаете на телевизоре вот такая лампочка по голубая ночью светится я не могу вообще спать и я как кран закрываю и красиво и при деле ну и покажу поближе вам саму игольничку принципе из-за чего весь сыр бор что меня влюбило в этот набор такая прекрасная игольница полюбуйтесь вот здесь какие красивые эти элементы и опять же повторяется здесь вот этот узор и здесь по краю идет бордюрчик вот такой великолепный и вот эти чертополохи на ананасики вот такая перекрученная тоже интересная обожаю и к этому у меня еще есть вот такой но это от другого производителя но просто когда-то давно видела подумала она будет очень вместе красиво сочетаться и я вот вышила здесь видите петитиком совсем маликусенький вот такая маячок на ножницы мне удобно я пользуюсь маячком на ножницы я слышала многие девочки говорят неудобно только мешает мне не мешает и я быстро очень нахожу во всем моем хаусе творческом скажем так ну вот такой прекрасный у меня получился набор мне нравится у меня вот такая мания в этом году было мачки делать очередной маячок это дизайн от шепардс буш ну я его бы делала подбором и поэтому у меня вот такой вот яркий получился вообще у шепардс буш дизайны они такие все как это сказать приглушенные такие цвета в одну ниточку вышиваются и хотя я здесь вышивала тоже в одну ниточку но яркими цветами мне понравилось именно вот в таком виде вот поближе шепардс буш это буквально мне нравится как они делают вот вокруг сердечко они вот надо крутить и тогда понятно будет а так конечно сразу не разберешься цветочек цветочек поворачиваем так здесь домик с трубой деревья цветочек 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 и как же шепардс буш без шепард конечно овечка здесь нужно и на обратной стороне здесь написано перфект пикс в 2023 но это идеальный как это подушечка для 2023 там в оригинале в какой-то другой год в котором была создан создан этот дизайн я написала 2023 потому что я делала это 2023 вот так я пришила ленточку сшила бескорнючным швом и прицепила на ножнички вот такой милый маячок получился следующий потом пришла паста и начались тут все пасхальные дизайны я сделала вот такое яйцо бисерное у меня было одно яйцо сейчас я вам покажу у меня было давным давно сделано вот это яйцо и я решила сделать вот это еще одно яйцо и вот здесь заготовочка деревянная у меня была заготовочка я начала делать это яйцо на эту деревянную заготовку и потом смотрю она у меня выходит огромное и это слишком маленькая заготовка тогда я пошла и купила и здесь внутри знаете такая пластиковая заготовка но тоже очень красиво выходит такое вот такое пасхальное яйцо поближе это все нитки прециоза ой господи нитки бисер прециоза конечно бисерное изделие у меня опыта особого нету вот я там яйцо в прошлый раз когда собрала и в этот раз яйцо мне захотелось на пасху делать так конечно может быть было бы поаккуратнее но тем не менее мне тоже очень нравится очень красиво вот эти видите это тоже были золотые золотой бисер он совершенно стерся даже не поймешь кому-то серебряный он был вот такой ли точно золотой я так подозреваю что и этот у меня весь сотрется здесь вот видите крутили держали и он стерся здесь нет ничего страшного дальше а пропустила еще на 13 этого и на 14 февраля я для своего мужа делала вот такую валентинку я вставляла эту вышивку в открытку это от виктории сэмплер мне кажется дизайн ну вот в открытке она мне не понравилось я ее вынула и вот она у меня такая лежит не оформленная надо ее каким-то образом оформить каким я еще не придумала может сделаю подушечку как девочки делается с этими как их мясорюшечками такими с ленточками вокруг скорее всего потому что вот так обрезать жалко здесь бима и валентайн написано так что с этой подушечкой еще что-то надо что-то придумать ну вот давайте посмотрим поближе этот дизайн поближе он очень красивый здесь и бисера здесь у меня шелк вышит потом это золотистая ниточка бима валентайн видите тут и такой писарь типа рубки вот такой это тоже остатки из каких-то наборов там это просто прециоза я под цвет своего красного подобрала и вот так красиво она смотрится все блестит и переливается очень милый дизайн такой на память оставить но надо его оформить скорее всего я оформлю как я уже сказала в подушечку потом что у меня было еще а потом я проводила совместный отшив по мусорничке вот такое типа мусорнички но это моя старая мусорничка и уже давным-давно несколько лет назад делала я вам ставлю картинку потому что ту мусорничку в которой я делала для совместного отшива я подарила своей дочери у меня с собой и нету так что посмотрите только фотографии очень красивая у меня есть мастер-класс как собрать такую мусорничку если вам нравится захотите смотрите этот мастер-класс пишите мне на email я вам вышлю схемку там все условия сказаны дальше была салфетка пасхальная и моя идеальная первая в жизни моя идеальная изнанка я очень горда этим потому что заходите на канале есть видео по этой пасхальной салфетке я там объясняла почему я вдруг решила вышить идеальной изнанки ну так такой как бы вызов был бросил и я по моему одержала победу в этом вызове вот такая салфетка у меня получилось этот дизайн из журнала круассион фон бекруа из французского журнала и мне его очень-очень я давно увидела у кого-то из вышивальщиц на канале мне прям загорелась эта салфетка так она мне понравилась так она мне хотелось что я ее вышила и такая идеальная изнанка она небольшая как вы видите не знаю сколько здесь метр 40 сантиметров вот я вам наизнанку показываю и посмотрим на салфетку поближе как она выглядит вот так она выглядит это у меня лен скорее всего 32 аккаунта я не знаю здесь как-то лен продается не пишут какой каунта слава богу еще говорят что равномерные уже хорошо вот такой вот такую я сделала мережечку подшивала этот край уголочком вот кстати в моем видео в котором я показываю как я вышиваю я показываю как я обрабатываю край этой скатерти кому интересно вдруг не знают кто можете зайти и посмотреть кому надо очень милый дизайн очень нарядного смотрится на столе на пасху ну вообще очень украшает я рада мне очень хотелось ну и вот она изнанка моя гордость ниточка какая-то процепилась вот такая красота ну и пасха в этом году я как никогда не очень сильно на пасху что-то там вышивала особо но в этом году я и пасхальную салфеточку вышила не я и кроме пасхальной салфетки я вышила вот такой дизайн опять же от шепердс буш блэсси тристы благословенная пасха очень красивый дизайн здесь у меня и пуговички и овечка ну прекрасный шепердс буш мне очень нравится легко вышиваются эта работка она маляпусенькая сколько здесь сантиметров 10-7 сантиметров может размер она вышивается буквально за два вечера растянуть можете удовольствие еще на вечер вот этот смотрите какая здесь красивая корзина с яйцами здесь яйца цветочек здесь такие элементы такое сердечко пчелки очень милые или пчелки или и здесь все написано любовь наслаждение здесь хант написано мне я не знала к чему тут хант потом мне в комментариях многие написали хант это имеется ввиду охота на яйца здесь детям прячут яйца и они потом ищут их ну и как же без овечек и вот такие славные три овечки вот эта малышка такая симпатичная смешная пис мир вот здесь как травка все это шелковыми нитками вот это глориана у меня здесь французские нитки все это я подбирала подбором ничего я не покупала по ключу единственное что по ключу покупала набор вот этих элементов все остальное я подобрала сама и на мой взгляд получилось очень даже достойно очень красивый дизайн получился очень такой пасхальный пасхальный очень милый мне нравится и опять же я не знаю как его оформлять скорее всего это тоже будет наверное подушечка не знаю начав идеальную изнанку меня было не остановить я хотела сделать мк и взять вот этот бесплатный дизайн с сайта от шапперс буш и показать как я делаю идеальную изнанку но как вот такая малюсенькая такой малипусенький малипусенький и опять же не знаю что с ним делать вот такой малипусенький это дизайн это ребята но это честно говоря буквально на пару часов работы и посмотрите какой он милый это вообще такая прелесть это бесплатный бесплатный дизайн вы можете зайти на сайт шапперс буш и это бесплатно можно скачать эту схемку так что кому надо где я показываю этот эту вышивку там есть ссылка на этот сайт идея была показать как я вышиваю идеально изнанкой снять мк ну как я уже сказала у шапперс буш все цвета они такие постельные и я сняла кусочек и я поняла что на видео вообще практически не видно ну не четко видно как это все делается потому что очень очень бледные такие цвета так что я просто вышила а мастер-класса а идеальные изнанки кому интересно у меня есть на канале можете зайти посмотреть как вышивать идеальные снова следующие потом я делала вот такой кошелечек такой недостаточно большой вышел здесь я взяла велюр велюр и захотясь мне накрутить розочек елены тынки в я насмотрелась она там показывала как она накрутила там себе игольнички розочки и луна илка без конца показывает свои великолепные игольнички но не приспичило розочки я очень зависимая у меня легко сбить пути истинного и заразить чем-то красивым и мне хочется сделать это тоже но это было совсем недавно вы это видели буквально не знаю две недели назад или когда это делала это такое клип кошелек опять же есть мастер-класс как сделать этот кошелек так что опять же заходите кому надо такой кошелечек сделать его можно любого размера сделать я там показываю как делать выкройку на этот любого размера вы сможете сами рассчитать себе какой вы хотите побольше поменьше у меня была вышивка готова сначала и потом я померила какого размера вышивка и построила чертеж именно для этой на мой размер на мне мне нужны вы сможете это тоже сделать воспользовавшись моим м я одна на превью я и на видео у девочек видела это сердечко и я сразу поняла что она очень красивая в жизни гораздо красивее чем на видео если на видео он красивее то в жизни она еще лучше я его очень быстро его по моему за день сделала так что здесь интересные были элементы которые я раньше не не делала это кроме бисера рубки и бусины здесь была канитель вот это вот видите как пружиночка вот такая ленточка и вот здесь была цепочка из кристаллов вот она вот она вот здесь посерединке идет вот это вот видите как и вот так вот пришивать а это все бисер рубка бусины вот такие большие здесь вот разные бусины вот эти и вот эти вот эти бусины они разных размеров и цветочки закончила я в этом месяце совсем недавно вот эту бабочку ориенте потерплей от димэншенс которую я вышивала в прошлом году летом потому что на черном черная идея это вышивается в этом месяце я доделала бэкстич и выкладную нить здесь вы видите какая центровка у меня идеальная как я могла не найти центр на такой ткани на квадратные я не знаю что со мной наверное какое-то бессознание было и теперь мне надо это оформить в крышку я надеюсь что у меня получится все все выйдет ну опять же это вот буквально я недавно закончила я показывала близко эту бабочку вот такая ориент паттерфлай димэншенс я ее закончила выкладная здесь нить в основном все выкладная нить фрузилки выкладная нить в две нитки фрузилки 4 нитки здесь совсем немножко бэкстич а вот черным был бэкстич потом чем еще был бэкстич и все по моему вот черным был бэкстич остальное практически все выкладная нить потренировалась на выкладной нити опять же есть видео по этой работе проходите за хотите смотрите красивая что уж там вот такая и сейчас я хочу вам показать работу года которая будет на протяжении всего этого года это моя скатерть и 12 дней рождества на этой скатерть я уже вышла 7 элементов и в этом году я 6 элементов вышла и сейчас я вам покажу я конечно не знаю как это все вместить все это не вмещаемое это будет скатить на стол на рождеством она длиной метр восемьдесят кто смотрел знает что я лопухнулась как со мной очень часто бывает и вот здесь в начале я начала с этого элемента я оставила большое расстояние здесь надо было оставлять вот так вот на пополам от того что у меня есть я оставила вот столько и у меня в конце концов здесь в конце когда это вышивала до этого места этот гусь должен был быть внизу через одну через один квадратик от колец показать вот здесь ну он у меня не вмещался потому как я сказала я слишком много отступила в начале я его разместила вот таким образом ну сейчас я вам покажу каждый каждый элемент по отдельности я ради такого случая видите даже выгладила первый раз такая она огромная это скатерть получается вообще ни такого случая я вам должна сказать я сделала мейкап я здесь вообще никогда не крашится это для вас дорогие подписчики так что не поленитесь и поставьте лайк и подпишитесь если вы вдруг не подписаны ну вот эта куропатка на грушевом дереве она была у меня вышита в прошлом году ну так уж показывая вам скатерть покажу уже и куропатку у меня открыто окно потому что очень жарко так что если вы будете слышать посторонние звуки извините я ничего поделать не могу я и так тут от жары плавлюсь вот полюбуйтесь какая-то красота неземная посмотрите сколько здесь бисера это бисер мир хилл дизайн джим шор великолепная просто разработка здесь кроме этого еще будут пуговички на каждый элемент на каждую картинку на каждый день рождества пришиваться и вот такая красота получается так второй день рождества это у нас были два голубя они здесь не такие как сказать не такие наполненные бисером не такие богатые как куропатка ну вот здесь сердечко это нацию ко второй день тоже очень красивые чем мне нравится вышивать этот дизайн эту скатерть у меня все уже органайзер организован на все 12 дней там повторяются нитки повторяются бисеры я организовала это все и теперь мне я раз в месяц вышиваю по одной картинке и мне теперь только надо взять и сесть и вышивать самое большее мне как бы ну то что не совсем не особо мне нравится это вышивать вот эту рамочку здесь рамочки это очень много вышивать так что удовольствие большое вышивать саму картинку но рамочку не очень приятно посмотрите третий день это такой шикарный роскошные просто великолепный петух посмотрите на его хвост это же просто огонь посмотрите на крылышко сам петушок восторг просто восторг внизу здесь вот такая строчка как это типа травка цветочки очень красиво эти ножки все тоже бисером они сделаны видите красота необыкновенная четвертый день рождества это у нас поющие птицы тоже здесь очень бисерная работа здесь видите здесь бисер в хвосте бисер и такая такие цвета яркие насыщенные просто ну вот именно праздничные цвета мне нравится надписи какие красивые следующие пять золотых колец пятый день рождества 5 золотых колец это было самое простое и но не не менее красивое посмотрите какие яркие здесь цвета посмотрите какие здесь золотые кольца прекрасно и моя любимая на данный момент потому что на последний ушел сначала у меня был была куропатка любимая потом у меня петух и потом голуби ну короче по по мере вышивки у меня любимые вот такие 6 лежащих гусей это на день называется 6 день рождества но я не знаю почему гусь я честно говоря я уже говорила я гусей видела только белых я вот такие гуси не видела никогда он больше похож на селезня такого утку мужчину но видите какой красивый здесь цветочек у него на крылышке крылышки вышиты вот эти листочки была заморач вышивальную я их одолела смотрите какие они красивые зато получились вот такие прекрасные у меня дни рождества и 6 дней рождества у меня готовы и к концу года я надеюсь в итоге года вы увидите уже готовую скатерть кроме того что я вам показала я еще высушивала авторскую схему от надежды нагорной званый ужин я вам ставлю картинку потому что это был подарок для моего зятя и естественно у меня уже с собой этого нету очень интересные классный сюжет мне он очень нравится я еще хочу что-нибудь от надежды нагорной вышить и обязательно выщу это я подарила этот такой фартук там есть еще лисичка я думаю что я выщую лисичку и сделаю прихватку ну к этому факту тоже отправлю им пускай украсят свою кухню потому что мой зять он очень любит и готов так ну и все на этом у меня закончились работы я считаю что это совсем неплохо девятнадцать у меня готовых работ но я каждый день рождества я считаю за отдельную работу так что совсем-совсем неплохо на мой взгляд у меня редко у меня такие продуктивные получаются года скажем так я не тороплюсь я всегда очень спокойно вышиваю бывают дни которые я вообще не вышиваю бывают дни когда я вышиваю там 200-100 крестиков и это для меня достаточно как охотку сбить и все ну мне это приносит большую радость и удовольствие и поэтому я буду продолжать а что же я буду продолжать сейчас я вам покажу сейчас на данный момент я вышиваю вот такой дизайн дизайн от эми бешок здесь у нас хардангер здесь у нас вышивка крестиком очень интересные очень трудно от него оторваться я не знаю он сложный с одной стороны ну буду я когда не делала вот эти все элементы листики всякие кружочки там поэтому мне она уже интересно и поэтому мне хочется все время его вышивать и вышивать и вышивать надо откладывать и вышивать седьмой день рождества я не могу оторваться от этого потом у меня в работе что моя мишка из осталось совсем ничего тут меньше двадцати процентов осталось дошить здесь внизу надпись ай лапы и и бэкстич и из этого я хочу сделать подушку я обещала своему мужу непременно его сделаю такую подушку потом птички у меня этот год какой-то год птичек и что скатите от рождества у меня птички что остальные работы у меня птички так начнем с маленькой птички вот такая маленькая птичка дорожный процесс от милхилл вышиваю остатками это был подарок и ручки моей подружки вышивальной я ей подарила она мне назад отдала остатки что я по остаткам вышиваю ну и могу уже сразу сказать что вот этого голубого фона который вы видите вот здесь везде 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 это нитки мне не хватило потом птички здесь серые нитки мне не хватило ну и это и понятно не обязаны они на два отшива выкладывать накладывать вам там ниток естественно мне надо было добавлять свои ниточки это как я уже сказала дорожный процесс я его вышиваю когда я там что у своего мужа когда у меня в машине лежит и когда у меня есть время я его вышиваю следующая следующая моя скатерть не стала я ее распяливать потому что она у меня запялено не хочу расставить вот такая скатерть вот такой вот птичечкой вот с такими красивыми красивыми цветами вот такие цветы пчелки птичка церковь бьет курантами вот так красиво она выглядит здесь очень много птича я стараюсь конечно вышивать идеальная изнанка но за счет птича идеальная изнанка не очень получается вот можно посмотреть видите вот здесь вот здесь без бэкстича и вот здесь бэкстич ну так аккуратно и уже хорошо это у меня вышито практически два угла один здесь здесь немножко второй дошить осталось еще надо два угла дошить и будет у меня это скатерть и готово потом что еще это вот такие у меня начатые процессы значит что я вам сказала вот это птичка дорожный процесс скатерть птичка потом скатерть 12 дней рождества и мишка раза три четыре четыре у меня сейчас начатых процесса так сказать и что я еще хочу и я хочу еще конечно вышивать всяких разных малышек вот такая у меня есть от JustNan малышечка потому что у меня есть такая круглая рамочка и я сама пошила покрасила вот такое она не очень похожая но близко такой кусочек льна покрасила я вот таким и опять же буду все подбирать здесь в нитках dmc ну я думаю что у меня здесь я смотрела здесь сиреневые темно-фиолетовые у меня такие французский шелк есть таких цветов поэтому мне кажется будет очень красиво вышито французским шелком потом у меня вот такой шикарный есть на осень вот эти кукурузы они мне безумно нравятся я обожаю этот дизайн все кто отшивал я все эти отшивы видела они выглядят ну вот натурально кукуруза прекрасный дизайн на мой взгляд один из лучших непременно я буду вышивать и корона как нам царям без короны ну это пасхальный такой сюжет я не знаю буду ли я его вышивать в этом году это будет по надеть скорее всего я оставлю на следующий год на пасху ну мне очень нравится одним словом и вот такая у меня брошка от тела артис вот такой листик зимний это уже ближе к зиме мы придвигаемся как вы могли понять и я хочу себе в машину сделать такую подвеску прекрасный после сердечка я влюбилась в их брошки обязательно я вот такого листика не видела отшитого я видела желтенький листик отшитый осенний прям такой глиновый желтенький листик отшитый он очень красивый а этот он прям какой-то как ледяной без сердечка внутри ну красивый не правда смотрите какой супер ну вот друзья мои были такие мои скромные успехи в этом году я надеюсь вам понравилось если вам понравилось подписывайтесь делитесь этим видео со своими подружками друзьями вышивальщиками вышивальщицами и просто так любителями прикладного искусства а я с вами на этом прощаюсь и мы обязательно встретимся очень скоро в следующем видео всем пока-пока пока-пока